Во второй половине XIX века российская экономика находилась в серьезном кризисе. Крепостное право тормозило развитие промышленности. Взойдя на престол, новый император Александр II заявил, гораздо лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока это произойдет снизу. После длительного периода подготовки, 19 февраля 1861 года, Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в России и положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Крестьяне становились лично свободными людьми, однако были подчинены общине. Община считалась владельцем, полученной крестьянами земли. Средний крестьянский надел составил 3,4 десятины на душу. Для обеспечения семьи требовалось не менее 8 десятин. Была установлена система повинностей и выкупа полученной земли. Крестьяне были разочарованы реформой. Малоземелье и несоответствие на дело в чрезмерно высоким платежам привели к массовым крестьянским волнениям вплоть до 1864 года. В 1864 году в уездах и губерниях были учреждены земские собрания. Их функции были ограничены местными хозяйственными делами, строительством школ, больниц, дорог и т.д. Тем не менее, впервые со времени земских соборов было создано выборное самоуправление, в работе которого принимали участие представители различных сословий. Земство стало важнейшим оплотом либерализма. В 1870 году в городах создали всесословные городские думы. Полномочия городских дум касались исключительно в вопросах городского благоустройства. Под влиянием политически пассивного купечества городские думы, в отличие от земств, не играли роли в общественно-политической жизни. В 1864 году Александр II утвердил новые судебные уставы. Провозглашались. Гласность. На судебные заседания допустили публику и прессу. Бессословность. Единые суды и законы для представителей всех сословий. Независимость суда. Суд был независим от исполнительной власти и местного самоуправления. Участие присяжных заседателей, выборных представителей населения. Состязательность и право на защиту. Подсудимого защищал адвокат, обвинение поддерживал прокурор. В 1864 году были утверждены положения о народных начальных училищах и устав гимназий и прогимназий. Реформа была направлена на создание бессословного образования, но достичь этого не удалось. Начальное образование не стало бесплатным и обязательным. Классическая гимназия оставалась доступна лишь для детей дворянства. В 1863 году была проведена университетская реформа. Университеты получили автономию, самостоятельно избирали ректоров, проректоров, университетских судей. Полиция потеряла право вступать на территорию университетов. В 1860 году был учрежден государственный банк. Стали появляться акционерные банки, что позволило удешевить кредит. Государственный бюджет и отчеты государственного контроля стали публиковаться. Изменилась и налоговая система. Товары, ранее отдававшиеся на откуп, теперь продавались свободно, но облагались акцизным сбором. Была ликвидирована подушная подать для мещан. Для крестьян она выросла, составив 1 рубль 75 копеек. Военная реформа осуществлялась под руководством Милютина. Были сокращены вспомогательные и строевые полки, что позволило сократить численность армии, не снижая ее боеспособности. Ликвидировались телесные наказания. В 1874 году рекрутский набор был заменен всеобщей воинской повинностью с установленными сроками службы. Теперь служить в армии должны были представители всех слоев населения. В 1880 году Александр II создал Верховную распорядительную комиссию во главе с Лорис Меликовым. Было ликвидировано третье отделение, ослаблена цензура. Лорис Меликов предусматривал привлечь выборных представителей к участию в работе Государственного совета. После убийства Александра II в 1881 году проект Лорис Меликова был отвергнут. Александр III отказался от реформаторской политики отца, начался период контрреформ. Министром внутренних дел стал крайний реакционер Толстой. Правительство покинули либеральные министры, Милютин, Абаза. В 1881 году вышло распоряжение, по которому любая местность могла объявляться на чрезвычайном положении. В этом случае власти имели право прекращать деятельность органов местного самоуправления, закрывать органы печати, учебные заведения, предавать военному суду и ссылать на пять лет без суда. В 1882 году появились временные правила о печати, усилившие карательную цензуру. Многие газеты и журналы были закрыты. С 1881 года была ограничена гласность судопроизводства по политическим делам. Прекратилась публикация отчетов по ним. В 1887 году министр просвещения Делянов издал циркуляр о кухаркиных детях, запрещавший принимать в гимназии детей-прислуги мелких лавошников. Университетский устав 1884 года урезал университетскую автономию. Ректоров, деканов, профессоров вновь стали назначать. В начале 90-х годов доля гласных от дворянской курии в местном самоуправлении была увеличена, крестьянская и городская сократилась. При выборах в городские думы был значительно увеличен имущественный ценз. С 1889 года в каждом уезде вводилась должность земского участкового начальника. Ему были переданы функции упразднения мировых судей. Он мог отменять постановление сельских и волосных сходов, подвергать крестьян телесным наказаниям и штрафам. Что касается крестьянского вопроса, в 1881 году появился закон об обязательном переводе на выкуп оставшихся временно обязанных. В 1882 году был учрежден крестьянский поземельный банк, выдававший крестьянам кредит на покупку земли. В 1886 году отменена подушная подать. В то же время значительно увеличились прямые и косвенные налоги, ограничивались переделы земли в общине, запрещалось закладывать или сдавать в аренду крестьянский надел вне своей общины.